В эфире библейский портал Экзегет. Нам пришел вопрос, почему богатые так часто разводятся? Корень всех зол есть сребролюбие. После Павла называют сребролюбие идолопоклонством. Если человек упоен своим богатством, если он нарушил слова пророка Давида «богатство, аще течет, не прилагай сердце», если в центре сердца его стоит илл богатства, то возможность по-настоящему любить в нем разрушается. В нем разрушается возможность любить Бога и, соответственно, человека. И тогда все вокруг люди становятся в каком-то смысле товаром. Они потребляются или они становятся каким-то знаменем успешности. Поэтому богатый мужчина чаще всего женится на молодой и красивой девушке для того, чтобы показать, как он успешен. Этот товар, которого он достоин, конечно, это никакая не любовь. И девушке чаще всего нужен не человек, нужна не душа его, а нужно то, чем он обладает. Поэтому эти люди очень часто в браках несчастны. Причем это не обязательно деньги. Вот вы знаете, если взять и провести такой эксперимент, я однажды сидел в комнате, где была подборка за несколько лет журналов «Семь дней». И это нечего делать, я стал их смотреть. В этих журналах очень много рассказов о счастливых браках артистов, актеров. Очень много наших, зарубежных. Примерно через 3-4-5 лет, если взять журнал, почти все они развелись. Они пишут о сложностях и о том, что они наконец начали счастье в новом браке. И так с определенной цикличностью. Просто настоящий счастливый брак, настоящая любовь предполагает очень глубокую работу. Именно христианский брак над собой. Преодоление. И уж, конечно, это никак не пользование другим человеком. Христианское «люблю» — это не «люблю, потому что я получаю», а «потому что я служу». Если я люблю, потому что я получаю, когда я могу получать больше или когда я перестаю получать, я перестаю любить. Жена постарела, а вот там есть помоложе и покрасивее. Я там получу больше. Какая разница, в какой компании работать? Там, где больше платят, в этом, может быть, и нет греха, когда ты меняешь работу, если ты должен содержать семью. Но также не может идти речь о жене или о муже. У меня был такой печальный опыт в жизни, когда одна знакомая мне семья разваливалась, и мы сели с мужем разговаривать с церковным человеком, и в течение двух часов он объяснял мне, какая жена у него стала неправильная. Поэтому он идет к разводу. Когда мне это надоело, я его спросил, а ты вообще, когда женился, хотел сделать ее счастливой? Резко на меня обернулся он, вскинул удивленные глаза церковный человек. Сказал, какая интересная мысль, батюшка. Я об этом даже не думал, вы знаете. К сожалению, они развелись. Но когда любовь, это я получаю, это когда служит мне, когда я тот самый воспаленный пуп земли, вокруг которого все должны крутиться по выбранную мной орбитам, то жены будут меняться часто. Но даже для меня не в этом главное, а потому что я никогда не буду счастлив ни в одном браке. Потому что счастлива только отдающая любовь. Вот вы знаете, у Христа есть слова, которые не вошли в Евангелие. Их апостол Павел напоминает при встрече в Милете с эфесскими пресвитерами. Он плывет в Иерусалим, он не хочет заходить в Эфес, где он два года перед этим, или два с половиной прожил, потому что он знает, что он просто не вырвется из объятий этих любимых и любящих его людей. Поэтому собирает себе пресвитеров. И говорит, учитель наш сказал, блажение отдавать, чем принимать. Такое блажение. Блажение, ну, если сужать смысл этого слова, то счастливее. Блаженство — это счастье пред лицом Божиим. Счастье и в земной жизни, но пред лицом Божиим, в его присутствии. И вот, оказывается, отдавать — это счастливее. То есть служить счастливее. Поэтому человек, который своей жене служит, который ее любит ради нее, который делает ее счастливой, он никогда ее не поменяет на молодую, красивую. Понимаете? Потому что он ее любит. Ему не важно, в каком она сейчас, видите. Это уже не принципиально. Он любит ее душу. Он год за годом пробивался к ее сути. И вот ему открылась эта вселенная и продолжает открываться. Даже мысль не придет ее на кого-то поменять. Но вопрос, почему богатые так часто разводятся, ну, потому что у них искушений к этому больше. И за ними охотятся определенные люди, которые так вырываются в мир обеспеченности, к сожалению. А богатый человек — это человек, который привык к успеху и который привык побеждать и реализовывать себя. И он постепенно искушается мыслью, что он всегда прав. А те, кто считают, что он не прав, они увольняются из его компании, из его бизнеса или из его группы. Они просто вынуждены уйти. И у него все меняется в голове. Все перед ним виноваты, все ему должны. Отсюда вот это, понимаете, частые разводы — это следствие неумения любить. Вот отсюда это растет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok